сейчас вам покажем ребята еще одного крытого такой маневр смотрите как ломается трейлер суши это вообще просто я как бы удивлен представь как вылазит он the future of vehicle relocation d.a.s в какой линии становится камаз вот так автобус смотри какая фишка как вылазит он если сбоку стоят машины надо быть очень аккуратным можно зацепить длинное пятое колесо длинное пятое колесо вернее прицеп душитель снизу в общем ребята это 2004 года трейдлайнер аргаси как вы наверно уже знаете cab over ого тазик будет происходить замена масла покажу как тут наши люди меняют маслечка вот такой вот тазик вот такие вот наезды это приспособление 21 века вот аккуратненько так на заезды раз вот и все машина к замене масла готова продолжается замена масла я немножко немножко залезу посмотреть что там не придавит меня так вот он болтик у тебя что болт тут это ты отсюда сливаешь масло звон на поддоне нижняя точка а то не шестигранник там аж из играть у тебя не краник выкручивать продаются я думал поставить а потом так подумал знаешь пробка надежнее чем этот краник ну да короче вот так снизу смотрится все это дело надо красную кнопку ручника это дернуть ты не найдешь рисунули мотор caterpillar тут тебя подтекает видел да но масло дату антифриз трубочку тут немного надо а какой-то caterpillar у тебя 2 турбовая линия 7 это лучше чем говорят плохой мотору пока проблем не делала пока нет проблем нет 435 педали нормально 2004 года я думаю 1650 здесь вот такой вот камаз слушая зеркальце у тебя есть да если чё у многих треков вот этого зеркала нету чтобы видеть машину здесь моторка торпиллер 435 лошадок 1650 торт дача за мосты у тебя стоят на двери не туда нет это там панель разбирать бывает значит на дверке а ну тебя тут а постиралась она была у тебя у тебя постиралась наклеечка 342 или 355 до 355 это тягучий 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 мосты тут нет 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 вот этот болтик через которое сливается масло на этой машине не подходит глушитель на низ уходит слушай надо мне тоже на низ вывести очень так просматривается вообще все четко нотор можно прям подлезть воздушный фильтр сзади стоит слушай это вообще gps какой-то а это подушка у тебя нормально да или тоже она косит чуть-чуть и это вроде ровнее с другой стороны подушка похоже баки на этой машине баки баки по 416 галлонов а литров литра по 416 литров галлонов 110 галлонов ну да перевес здесь сейчас частый да на драйв да на пятое колесо да так и говорят вообще классно все просматривается идет а вот он пошел а это на компрессора думал тут написано модель движка и ток уехал что там где помочь надо еще вперед проезжать еще вперед проезжать жаль слушая сбоку не поставишь его здесь не подлазит тазик чтобы заменить надо выше делать сколько сколько fit total у тебя этот рак 78 тоже самое шуме окажется гораздо длине но у меня сирлингта 9 была вообще на счете надо подставить еще дубки давай отъезжай назад туда с этой стороны подушечка немножко кривая видите тоже 110 галлонов здесь бак все аналы реконструкция о ну да попытка номер два вроде ничего вроде ничего вроде нормально рина из видишь на пару сантиметров поднялась уже хорошо слушай но самому менять масло это это очень профессионально ох ты вот это напор у него ты шо сейчас нальет ванночку смотри макс у тебя интервал сколько тысяч 10 тысяч 1515 и джара у тебя и джара у тебя нет нет у меня нету цех вот этих прибамбасов которые не траты хорошо как мой есть еще десятки есть пятерки шестерки такие маленькие они в погрузке довольно таки простые грузить и разгружать как и никакого напряга нет но получается идут сплошные реки ты едешь как поистекать а у меня вот здесь вот такая ситуация то есть я сейчас залезу я покажу что наглядно было да видите второго этажа здесь так как такового нет он не двигается платформы есть вот такие палки это планки которые выставляются между колесами такой механизм они клинятся в дырки которые там и широкие машины когда грузить что из диска можно зацепить вот об железяку когда второй этаж подымается получается сервис отсюда убиваются диски также если машина низкая убиваешь бампер вот так вот подымается кабина ты что такой момент без съемки смотри на что там за механизм какой-то сюда видно будет лучше там же на многих траках и вручную бывает подымается дома у меня тортик жмете кнопку на гневмотор гидравлическая резервуар с самой гидравлической помпой воздуха если нету здесь вот штуцер есть обычный не перешла подсоединяющийся воздуха системе нету или кнопку и пошел вот на закрытие если я еще с перевернуть сюда в эту сторону кран то обратка пойдет то есть кабина еще закрывался слушай система вот так вот подымается кабина вот это уже интересно я скажу я не часто видел поднятой кабины на таких траках в том что в америке это просто редкость ты застопорила здесь до да вот он стопа замочек раз кабина не упала чтобы она тебя на полу здесь можно рассмотреть детально этот двигатель caterpillar си-15 генератор интеркулер но как говорится не ребил там не знаешь не может и не скоро но мне распредвал надо будет менять потому что у меня здесь рокер подъеденный и здесь чуть-чуть уставщины здесь он убитый вот на этом коромыслить здесь получается это будет съеденный довольно такие силы и ролик убитый у меня тракера менять но я думаю ребил головки буду делать головку все равно снимать будут прокладку менять уже не будет маслить это вот единственное масляное место у меня двигателя где а сзади чуть подтекает слушай но это же не вроде никто не сильно и критично по идее ну за поддон я молчу потому что покажите меня у меня поддон протекает после капитального ремонта у меня поддон сильно ничего не могу сделать он на трансмиссии десятка обычная обычная десятка филе филлер и тон вот воздуха воздуха этот как его на 6 очень много маневренный грузовик то есть так как это in close до закрытый вид перевозки зачастую то есть фондорку торта двери ну да знаешь один район и он очень маневренный потому что у него колесная база получается грубо говоря посередине там я раньше была когда девятка потом машина стояла да 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 торчала такая это да 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 слушай но один момент когда рядом с тобой машина и ты делаешь например левые неважно правый поворот здесь машины паркуются да вот занос просто нереально 5 метров на них да ты можешь просто сгрести несколько машин за носом да да так что насчет трейлера внутри смотрите вот такой вот механизм это второй этаж да это очень глупая система по моему мнению второй этаж с помощью вот сдвигания вот этих вот палок алюминиевых подпираете колеса спереди сзади и тогда заклиниваете здесь замок чтобы они двигатели завязываете за эти колеса стропу и все и поднимаете машину принципе заехали и потом надо подвинуть все палки под колеса вау никто не говорит наверно об этом немало да 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 внутри стоят пластмассовый шайбер я менял ничего себе и мне повезло что я загрузил корвета на второй этаж стал поднимать это ужасно так что ребята накрытых менять и вот эти втулки до сразу не знаю приобретая вот эти вот пластмассовые шайбы здесь это довольно таки серьезное дело в общем сюда помещается четыре машины в этот отсек две второй этаж две первый этаж трейлер это не все скорее всего заложить но я если мазин что я могу сюда засунуть сервии вирам 4 или допустим каен ты джипы возишь принципе джипа можно возить что-то проект такой уже посолиднее допустим тот же самый форекс морожда это не знаю что еще у ранглер ну да он слишком высокий уже она будет слишком низкого липта спайдеры ли ferrari или lamborghini и столько он с ALgestern да да она очень маленькая вообще и узкая в общем не все машины помещаются сюда очень сложный грузовик эксплуатации все говорят что он как велосипед то есть раз два вот так раз два ребят я вам честно скажу на камеру я врать не буду если кто хочет дайте мне девятку я вам покажу с восьмеркой не получится три часа ясненько так сейчас продолжим глянем моторчик сверху кетерпиллер но его макс ремонтировать несложно открутил секцию сделал да если чё тазик дырявый с под маслом а я тебе говорил да красава си-фифтин куда тересит тоже простой мотор да смысле я думаю проще чем камень цветок а вот здесь подтекает видно да немножечко топливный фильтр рулевая все на месте просто под кабиной узель воздушный ты масляный фильтр не а вот это а это еще один топливный тут два топливных до 2 топливных вот справа компьютер вот это да это я знаю тут тоже р компрессор р компрессор вообще оригинально да удобный доступ какой-то движок 500 лошадок написано из 373 киловатт а чё ты макс говоришь 435 500 написано вроде ну вообще 500 да но у меня закрытый на педаль а понял где какой-то механизм защелкивания кабина на подушках прям стоит видите что она так неровно что горячая так что вот такой вот кетерпиллер сейчас мы до кабина доберемся когда опустим ее специально поднял надо что-то сделать или просто так даже по-другому никак даже не как у вас у человека так капот открыл и слушай нот в европе что такие же траки они везде правильно работала девятки у меня капот открыл и и ни хрена там нету там только интеркулер радиатор и первые два горшка остальные все короче под панелью под кабиной ужас вот это тоже плохо слушай но мне всегда казалось что если мотор у тебя получается под низом то у тебя всегда жара в салон всегда шум ты на колесе сидишь комфорт теряешь вот то что может быть он пожестче пожестче да у меня рессоры длинные стоят у меня рессоры не короткие поэтому ну да баки достаточно большие 220 галлонов все вот гидравлический бак здесь стоит видите гидравлический бак для подъемки этажей глушитель спрятан внизу там он вот такая вот восьмерка ребята такая же как девятка почти только чуть другая видите тут занавески вверх подымается занавески все вверх подымаются да а на девятку вот я в прошлом в прошлом этом видео ставил девятка ну и эдик ездит знаешь да красная такая у него вниз занавеска опускается на трейлере да а у тебя тоже вниз все вверх полностью ну да логично на трейлере она опускается вниз а это подымается вверх ну да ну да слушай ну ты долго на нем еще будешь работать да выплатить не будешь продавать а ты хочешь его продать все таки купить себе другое что ну как и я в свой уже ездить пока не похоронишь короче этот рак да второй трейлер ребята точно такой же помещается 4 4 машины правда вот видите как колеса тут раздвинуты там они вместе получается а тут раздвинуты ну тот зад у меня получается по декларации 34 тысячи паунда да и остальные грузовики а этот идет раздельный я имею в виду 40 тысяч 40 тысяч да раздвинут но общая масса все равно не должна превышать 80 тысяч паунда ну да все правильно так же как и на девятке эта крышка сзади открывается вверх и все машины сзади загоняются рэмпы здесь рэмпы здесь вытягиваются вручную алюминиевые цепляются за полы вот а есть траки восьмерки или шестерки они я не знаю один прицеп они цепляются за обычные траки вот такие твердые у них бока не знаю крыша подымается или нет но называется hard side вот у них вот эта панель она плоская вот этого бабла его просто нету тут крышка плоская и она открывается эта крышка просто на низ опускается и как наезд даже не наезд а лифт заезжаешь прямо на вот эту крышку подымается вверх вот и все машина по нему спокойно на второй этаж на первый этаж заезжает здесь такого нету это немного другой способ погрузки так что примерно вот так выглядит восьмерка сейчас опустим кабину тогда посмотрим в салоне насколько комфортно эта машина спереди у нас тут радиатор тасол сюда заливается масло проверяется масло на кондиционер трубочки проводка соединение омыватель все вот это под этой маленькой крышечкой еще один крытый подъехал еще один крытый подъехал за обычный тракт цепляется волю а как у меня такая по новее только так что так ребята на у нас тут на ярде одни кархоллеры вот вот у нас тут вот 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 на минеральном синтетику хава я синтетику ни разу не заливал потому что на том стирлинге работал тогда у меня за 4000 майла три галлона масла уходило ничего себе ну вот у меня сейчас уходит по галлону где-то от замены до замены даже в рейс вот сейчас галлон галлон залил примерно так же вот от замены до замены я залил с его галлон ну жрет по горам жрет это однозначно по горам да по горам жрет на холостом жрет да 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 я на холостом часто по жаре так же удивляться тут нечего я сначала подумал может что-то не то знаешь что-то поджирает масло нет нормально а ну-ка let's see magic спускается кабина видите просто ты просто кнопку нажал и все да но это фрейд лайнер да у него кабина как у сентури только по пошире да сейчас посмотрим внутрь зайдем щелк и все даже не щелкать просто закрылась и готова а че без лейки а тут лейка неудобно вот так вот заливается масло тут лейка амортизатор не дает а у меня маленькая такая желтенькая есть хорошо угудать легче надо нет видите дело льет дело сейчас тебя макс дадут так ребята залазим в салон вот такое тут приспособление из алюминия называется лестница потихонечку потихонечку надо потихонечку надо удобства для комфортного проживания торпеда торпеда такая как обычно тормоза дифференциал спускать воздух пятое колесо седло двигать управление компьютером это благодарственное моргает светом это включает свет включает свет дворники круиз круиз горный тормоз engine brake вот эти все пустые можно сюда ставить датчик на давление подвески вот этот это не знаю что такое воздух воздух солярка трансмиссионная температура не знаю что такое что это такое ребята уровень уровень мостах или что-то такое спидометр тахометр вольты температура воды и давление масла вот и все что есть десяти ступенчатая коробочка так сейчас пролезем посмотрим салончик полочки 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 можно ставить сюда минимально конечно спальник не как в большом траке но нормально форточки есть кондиционер все дела с палочка с палочка как скани практически это дело смотрится вот как то так так видите напоминает сильно кабину как century columbia и все такое но вот эта часть она длиннее как бы удлиненная такая слушай макс это реально первый салон который живой серьезно я вообще я просто вот эти части отлетают как не знаю что это все целенькое все заклеено это кстати питье его надо включать когда управляешь этажами поднимаешь опускаешь трейлером сидушечки оригинальные вот тут так место широкое ну короче что достаточно удобно люстра на потолке вот пожалуйста еще один отсек для вещей личных все так тут внизу еще что климат контроль свет не включается в салоне а вот он механическое включение вентилятора на мотор классная кнопочка свет в салоне регулируешь тут клее ярче подогрев зеркал здесь ничего нет кроме зажигания вон оно зеркало очень удобное которое видно которое видно если перед траком есть машина салон 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 да вот на этой ноте мы закончим это видео всем до свидания да хорошего здоровья главное здоровье не как медведев сказал хорошего настроения удачи удачи здоровья хорошего настроения да спасибо